Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем бугагашечки, Нептун здесь, и мы продолжаем играть в Ultimate Nintendo Night. Это вторая серия. Боже, знаете, мне реально понравилась эта игрушка, то есть, ну как вы знаете, как вы помните, или вдруг кто забыл, это пародия на ФНАФ 7, то есть пародия на Ultimate Custom Night, где все аниматроники были заменены на персонажи игр Nintendo. Ну вообще, все, что связано с Nintendo, ну например, Соник, по идее, это не Nintendo, но эти игры выходили на Nintendo, в частности, поэтому не думайте, что Соник это Сега, в данном случае это Nintendo. И это все, короче, не важно, погнали, приходи челленджи. В прошлой серии приходил челлендж Mario 1, он был простенький, мы лишь ознакомились с игрой, давайте пройдем челлендж Mario 2, это будет повеселее. Хе-хе-хе, наверное. Нет. Пока Mario 2, наверное, не будем слишком сурово, будем постепенно. Вот, например, Кирби. Челлендж Кирби. Что делает Кирби? Так, что он копирует что? Он что-то копирует, короче. Когда он проиграет, то и я проиграю. Это что-то вроде Той Фреддика, да? Ладно, разберемся. Маркс. По вентиляции бежит. Закрыть нужно левую шахту вентиляции, чтобы его прогнать, окей. Кинг Дидиди. Он позади меня. Будет создавать звуки, которые будут как бы позади меня, да? В офисе. Так. Он говорит, что здесь тишина, либо глобальная музыкальная шкатулка может мне помочь. То есть, когда я слышу позади себя звуки, еще вот какой-то флеш, вспышка, да, должна быть, то я должен либо включить глобальную музыкальную шкатулку, либо... Сделать, чтобы было тихо. Банана Ди. Он... Что-то там медленная форма будет в офисе. Надо на него кликнуть, да? Окей. Метанайтс. Опять же, по вентиляции идет. Нужно закрыть правую. Вентиляция, значит, здесь слевую, там правую. Поппи Бро. То есть, когда у меня будет... Дигрэс 90 или больше, он что-то зарвет бомбу и поломает мои двери. Окей. Если я не закрою его, что это значит? Ладно. Гуеу какой-то. Гуеу это кто? Тут вообще нет описания никакого. Ладно, разберемся. Эдлайн. Что-то про таймер. Она что-то там рисует, видимо, да? Не знаю, что здесь написано. Что мне, точнее, нужно делать? Что-то заблокировать как-то. Ладно, короче, погнали. Разберемся на деле. Я все забыл? Все, что я читал, только что я забыл. Мне очень тяжело так понимать на непонятном языке. Вот видите, она что-то рисует, да? Время рисования 2 часика ночи. И что? Что я должен сделать за это время? Помочь ей нарисовать картину? Или посмотреть? Так, вон по венте ползет. Два чувака. 2 пм. И что мне нужно сделать? То есть в 2 пм я должен быть здесь, да? То есть не на камерах, а именно вот здесь и смотреть. Нечто похожее было, как фантайм Фокси, да? Действует. Ну ладно. О, сколько коинов. Ой, что это? Уйди. Так. У него описания не было, то есть он просто... А, вот видите, он играет там, да? Нужно что-то сделать. Какие-то кружочки. Зеленые. Так, купил дэшечку. Может его дэшечкой прогнать? Я не знаю, что он делает, правда. А-а-а, уйди. Он создает мне аниматроника. Так, а 2 часика это во сколько, по идее? 2 часика это... 1 час 30. Вот сейчас, да? Должно что-то произойти. Ах ты, твою мать! Да что? То есть наоборот. 2 часика. То есть в 2 часика мне наоборот нужно... Ну, уйти из офиса, да? Да, видите? Если я буду смотреть на нее во время ее рисования, то она меня убьет. Все, я понял. А еще мне создали этого червяка, какого-то злого. Хе-хе-хе. Гоу, давайте дальше. Так, погоди. Ну-ка, давайте-ка выйдем. Я, во-первых, не могу понять, а почему мне челлендж-то не засчитали? Марио 1, который я прошел. Может, из-за того, что... DD создает у меня разных аниматроников? Ну... Местное DD. Местного разлива. Так. Время рисования 2 часика. Вот что с этим делать? Там что-то переключает, но я не знаю, что мне нужно делать с ним. Может, ему нужно просто мониторить? Боже. Так, 2 часика. Если что. Что за 3 кружочка? Что с ними не так? Что нужно делать? Объясните мне, кто-нибудь. Да, я, конечно, могу использовать дэшечку, чтобы его прогнать. Да, боже. То, что камера так быстро у меня пропадает, это прям дико бесит. Так, 2 часика, да? Мне нужно просто открыть планшет, к примеру. Или маску надеть. Давайте откроем планшет. Окей. Ага, 4 часика. Все, вот так вот от нее нужно спастись. По ментиляции ползут 2 гадика. Нужно закрывать либо эту, либо эту, либо обе. О, у него там что-то мигает, видите? Фак, это что значит? Там нужно нажать? Чувак. Гейм-овер. А что там нужно делать-то? Во ФНАФе все было понятно, ну. Во ФНАФ 7, да? То есть там играл Той Фреддик, и там можно было нажимать на его мониторе. Все, все было понятно. А здесь-то что нужно делать? Гейм-овер. Охренеть. Так, 4 часика, это ровно 3. О, бомба была. Я слышал звук бомбы, у меня дверь поломал, да? Так, это плохо. Он мне поломал дверь, и я теперь не могу запирать двери. Вообще все не могу запирать. Понимаете? О, шахта пошла. Звук шахты. А у меня не рабочие. А у меня не рабочие двери. Зашибись. Нет, ну как-то слишком жестоко. То есть... Эта взрывная бомба, она очень жестокая. М-да. Даже в Ваф-Нав 7 такой движухи, блин, не было. Ну, то есть, нельзя так делать. Чтобы я... Чуть-чуть замешкался, он взорвал бомбы, и в итоге я полностью не мог использовать двери. Это как-то реально, это... Такой дисбалансный аниматроник. Ну-ка, погоди. Кирби, вот подожди. Если он проиграет, я проиграю. Понятно, что это мне нужно делать-то? Will copy. Will copy. Он что-то копирует, да? Он копирует меня и мое детство и во всей игре. Типа, если я проигрываю, то он проигрывает, или как? Черт, я не понимаю, что нужно против него делать. Ладно. Давайте заново два часика. Три. Три точки. Что такое три точки? Он смотрит, типа, на шахту, я вижу. На шахту вентиляция он там смотрит. Только что мне это дает. Боже, я не понимаю. Тут нет ничего активного. Нужно просто, может быть, соответствующую камеру включать. Вот у него стоит камера 3, правильно? Теперь камера 2. Нет, друзья, я не знаю, как против него играть. Ну, дэшки только отключить. Только дэшчика отключить. Больше всего я ничего не вижу. Никакого правильного исхода. А-а-а! Больно ушам мы им. Так, сейчас нужно поднять планшет. О! Нужно было на него нажать, да? Пок! Он взорвал бомбу! Да вы что, издеваетесь? Да какого хрена? Это слишком крутой аниматроник. Вот реально, банально, замешкаешься там, чуть-чуть, дегресс. Ну, запустишь, он взорвает бомбу. И причем, его на камерах не видно, я так понимаю, да? Гимой. Ладно, окей, я его отключил дэшкой, но это мне не поможет. Он у меня все равно все двери теперь не работают. Так. Давайте заново. и все же. И все же. То есть, мне тупо придется все время держать вентилятор включенным, да? Надеюсь, мне хватит. Заряда. Когда он будет позади меня, нужно нажать. Ага. Погнали. Вот с этим Кирби нужно реально понять, что там нужно с ним делать. так вот, он на тройку, да? Глобальная музыкальная шкатулка на тройку. Это генератор работает, да? А как все отключить? Да он опять бомбу взорвал. О боже. Почему он такой горящий аниматроник? Вот, теперь у меня залагало описание, смотрите. 8-бит Марио везде. А, боже, как, вот как против него играть? Я же не могу все время его дэшкой отключать. Рано или поздно там будут, ну, более суровые аниматроники здесь, которых реально нужно будет отключать дэшкой. А я потрачу все тупо. Так, четверка, это что? А, это генератор. Так, четверка, это генератор. А, это хитр. Так, три часика, да? Так, вот что тебе надо? Друзья, напишите в комментах, кто в курсе, что там нужно делать против Кирби. Так, будем собирать, в общем, дэшку и сразу же использовать ее, как только она будет активна. Вот, все. Потому что я не хочу опять бакс ловить, гребаный. Если ты сразу дэшку не используешь, то потом она почему-то становится неактивной там на Кирби, ну, в некоторых случаях. Ну вот, я уже говорил об этом. То есть, в этой игре почему-то что-то, блин, с процентами, шансами появления очень большие проблемы. в оригинальном FNAF 7 новой аниматроники через DD, вот такая вот движуха появлялась крайне редко. Она может быть один раз в 3-4 игры появлялась и все. Вот только вдумайтесь, один раз в 3-4 игры, это, в общем-то, было нормально. Но здесь чуть ли не каждую катку и порой по два раза за ночь в этой слишком несправедливо. Так, два часика, да? Теперь 5. Окей. Не, ну все же, этот Кирби меня так задезморалил. То есть, я вообще не понимаю, что против него нужно было делать. Там ничего нельзя было нажать. Огребанная батарея камеры, которая просто как флэш какой-то уносится, да, в минус. Это дико меня бесит, я не могу из-за этого обезьянку сделали, зашибись. Я не могу из-за этого понять что там нужно делать. Я не успеваю просто банально понять, понимаете? Не успеваю прокликать, не успеваю ничего сделать. У меня уже эта батарея бывает и все. И планшот убирается и я такой what the fuck? Вот опять второй раз уже. Что за блин, а? Так, этого прогнал. Теперь того рыцаря будем прогонять. Пять часиков это 3.45. В 3.45 мне желательно поднять планшет. Так, 3.45. Главное не профугай этот момент. Да ты издеваешься, уже четвертый, понимаете? чтобы вы понимали. О, они мне кирби сделали опять. Вы что, серьезно? И как я должен против этого играть? может мне нужно маску одеть? Когда он проиграет, я одену маску и все. Так, в 3.45 нужно одеть маску, да? Так, все. Кстати, можно не переживать больше. Этот гребаный кирби опять появился. А дэшка я брать больше не могу. О, боже. Ты издеваешься, да? сейчас он придет в шахту, в правую. Аоу. Какой ты звук издаешь? Так, прошли. Неужели? Так, ну окей. Побили рекорд, заработали 7 монет. Так, ну ладно, давайте, наверное, на сегодня хватит. вдоль и наигрался против этих чуваков из Нинтендо. О, дали звездочку, неужели все-таки звездочку дают? Ну, почему тогда мне в Марионе дали? Странно. Тем не менее, друзья, спасибо всем за внимание. Обязательно напишите, что делать против Кирби, потому что я не понимаю, он сидит тупо там в своем гребаном компе. и я не могу его прогнать никак. В общем, друзья, спасибо всем. Я что-то побомбил сегодня в серии, но надеюсь, что вы мне простите это дело. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok